С 20 на 21 мая в России за рубежом проходила ежегодная акция «Ночь музеев». Это нерядовое мероприятие из года в год привлекает к себе повышенное внимание. Несмотря на позднее время, стены учреждений не пустеют до позднего вечера. Тот, кто хотя бы раз принимал участие в подобном мероприятии, согласится, что такой уникальной атмосферы не найдешь нигде. Музей в эту ночь становится совершенно иным, непривычным. И в нем хорошо и уютно, как дома. В каждом уголке нашей страны прошли яркие и запоминающиеся экскурсии, лекции, представления и викторины. Наш Ямальский музей свою ночную программу посвятил исчезнувшим с лица земли мамонтам, чем заслужил свое почетное место на сайте культура.ру. Наши мероприятия внесли в список одно из самых интересных мероприятий данного года в рамках проекта «Ночь музеев». Девятую ночь музеев озаглавили звучным названием «Мамонты идут». Не случайно. В этом году самой известной на Ямале исторической находке мамонтенку Любе исполнилось ровно 10 лет. Потому с самого порога гостей встречали первобытные люди-дикари. И пусть они не такие ужасные на лицо, зато очень гостеприимные. Всех входящих проводили в главную пещеру, где развернулись исторические события. Но об этом позже. А пока вступительное слово главному музейному хранителю. Добро пожаловать на наш праздник. Вы будете участвовать во всех конкурсах, играть, смотреть мои фильмы. И сейчас для вас покажу жизнь древних охотников за мамонтами. Только завершилось выступление директора, как из ниоткуда зазвучала первобытная музыка. И прямо на глазах у присутствующих началось театрализованное действие, посвященное бытовым перипетиям дикого пещерного племени. Неплохо бы едать. Я так проголодался. Хотел бы мамонтон. Мамонтон бы сейчас съел. Потерпи-ка. Не смеши. Скоро запуся. Скоро пойдем на охоту. А-а-а! А-а-а! Здравствуйте, дети. Я очень рад вас видеть. Почему-ка болтака? Чего-ка собира-ка? Бождя-ка-проверя-ка. Расскажите, чем вы занимаетесь? Как признались позже артисты, выживаться в эти роли было несложно. Ведь ни языка, как такового, ни правил этикета тогда особых не существовало. Главное – отпустить на волю своего внутреннего дикаря и почувствовать себя хозяином древнего мира. На теплых шкурах у огня первобытно люди жаловались на жизнь и собирались с духом перед охотой на лохматого великана. Ты у нас первобытная женщина. Да. Расскажи, чем бы ты занималась, если бы сейчас оказалась в каменном веке? Я бы ходила на охоту, я бы занималась собирательством, ну, наверное, каких-нибудь ягод, ягод, ну, на охоту на мамонтов, ну, все ходили бы, я бы ходила. Какую роль в племени играл Бошка вообще? Что ему нужно было делать? Чем он занимался? Как ты думаешь? Ну, он, он был, он управлял племем, говорил, как действовать племю и помогал детям, если у них что-то не получалось. Если бы вы были сейчас в каменном веке, чем бы вы сейчас занимались, скорее всего? Ну, скорее всего, бы какие-нибудь там изобретениями, там, ну, что-то новое изобретали для себя, вот. Я бы добывал огонь, там, ну, об камень стучать, искра получается, и в соответствии получается, ну, пожар, искра пожар. Как ты думаешь, сколько требовалось времени, чтобы камнями высечь огонь? Ну, в зависимости от практики. Так себе представляют жизнь первобытных людей-артисты. Жизнь мамонтов тоже для многих была загадка. Правда, позже из лекции и презентации «Интересные факты о мамонтах» гости узнали настоящую историю существования древних животных. Сколько они весили, какой длины были бивни и почему они, в конце концов, вымерли. Эта беседа помогла ребятам больше узнать об этом древнейшем животном. Новые знания пригодились им сразу в интеллектуальной викторине по следам мамонтов. Вопросы были непростые, но две команды под названием «Мамонты» и «Костяная кость» вполне справились с поставленной задачей, да и родители помогали с особо сложными вопросами. После интеллектуальных баталий уже каждый ребенок, который был на празднике, запомнил, что высота мамонта 5 метров, длина его бивни 4, а весят они целый центнер. И, конечно, не только это. Им нужен горб на зиму, чтобы они не голодали, потому что зимой выпадает снег и нет травы. Они больше слонов. Слоны 3, а мамонт 5 метров. Сменив интеллектуальную деятельность на ручной труд, гости занялись рукоделием. Из кости и красивых бусин дети вместе с инструкторами изготовили амулет-оберег в виде древнего ожерелья. В кости, конечно, использовали не мамонта, а оленя, но это не главное, ведь украшение получилось по-настоящему устрашающим. А из чего он у тебя состоит? Из кости мамонта и еще из бивня. Как ты думаешь, первобытным людям для чего нужны были вот такие вот амулеты? Для, ну, это амулет-оберег, что поберегал, когда они охотились. А как ты думаешь, тебе он что принесет? Удачу. А тебе удача где нужна? В школе. И ты веришь, что он будет работать? Да. А из чего он у тебя сделал? Из кулака мамонта и из кости мамонта. В другом помещении начинающие дикари осваивали наскальный рисунок и плетение браслетов-оберегов. Рисовать на отвесной скале оказалось не так-то просто. Краска ни в какую не хотела оставаться на месте, пытаясь стечь. Но художникам каменного века это не помешало. А вот у плетущих дела шли лучше. Браслетов изготовили очень много и каждый гость ушел со своим рукодельным амулетом. Вот эти цвета, я так понимаю, ты сам выбирал? Да. Мне понравились такие цвета. То есть ты его прям намерен носить? Да. Удачу думаешь будет приносить? Ну, думаю, что да. Им очень нравилось. Они вот плели браслетик и брали с собой вот что у них. Что несет себе вот такой вот браслетик? Действительно ли он приносит удачу? Как вы думаете? Ну да, как амулет. Продуктивно поработав, первобытные люди с удовольствием исполнили ритуальный танец охотников, повторяя движение за вождем племени. Без него удачи на охоте не жди, а она необходима, чтобы добыть самого большого мамонта. Выполнив несложный обряд, охотники отправились за добычей. Найти всех мамонтов было не так-то просто, ведь они рассредоточились по всему музею и находились в самых неожиданных местах. Хотя самый главный мамонт и не думал прятаться. Лохматый гигант занял почетное место в музейной экспозиции, периодически подавая звучный голос. Сделанный полностью вручную, он стал самым настоящим чудом, изюминкой праздника. Делали мы все, мы, и волонтеры, и сотрудники музея. Потратили очень много сил. Во-первых, поставить каркас надо сделать, потом покров сам делали. И в итоге где-то четыре дня заняло. Самым сложным, наверное, сделать, прикреплять ниточки. Долго, да? Да. Кропотливо. Да. Мы помогали мамонты делать, делали вот это из ниток, наматывали все, и разрезали, и получилось такое. Подобная программа была проведена также для двух других возрастных групп с небольшими добавлениями. Подростки, к примеру, сыграли веселую игру «Пойми меня», а взрослым пришелся по душе необычный первобытный гороскоп. Кстати, на взрослую программу также пришел главный герой вечера, автор находки мамонтенок Люба Юрий Худи. Он с удовольствием рассказал посетителям о той удивительной истории. Екатерина Махова, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Ярсен. Редактор субтитров А.Семкин